Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим затирание. Химические процессы при затирании. Начнем рассмотрение с крахмала. Под действием обеих амилаз, солодовый крахмал при затирании гидролизуется до мальтозы и декстринов по следующим основным реакциям. Конечный результат этих реакций на практике зависит от условий осахаривания. При осахаривании изменяется с одной стороны соотношение концентрации обеих амилаз в зависимости от исходного сырья, а с другой их активность, на которую оказывает влияние температурный интервал и PH. Важным фактором является различная стойкость обоих ферментов к высоким температурам. Бета-амилаза более чувствительна и инактивируется быстрее, чем альфа-амилаза. Отношение к декстринов к мальтозе в хмельонном суслие важно как с технической, так и с экономической точек зрения по следующим причинам. Мальтозы из сухого вещества крахмала образуются на 5,5% больше, то есть на количество воды, связанной при гидролизе, в то время как при образовании декстринов масса не увеличивается. Высокое содержание декстринов снижает выход экстракта. Большое количество декстринов затрудняется, удняет фильтрацию и выщелачивание дробины, в которой задерживается больше экстракта. Это происходит в результате того, что декстрины являются гидрофильными коллоидами с высокой вязкостью. Декстрины в условиях пивоваренного брожения большей частью не сбраживаются. Под действием трансглюкозидазы только небольшая часть их переходит в сбраживающиеся. Поэтому конечная степень сбраживания сусла, богатого декстринами, низкая. Образованию декстринов способствуют высокие температуры осахаривания свыше 70 градусов Цельсия, которые ограничивают действие осахаривающей бета-амилазы в пользу декстринирующей альфа-амилазы. Практически весь крахмал, содержащийся в сырье, должен осахариться. Кроме того, осахаренный затор не должен содержать декстрины, дающие цветную реакцию с йодом. Это требование обусловлено с одной стороны тем, что неполное осахаривание может снизить выход экстракта и тем самым отрицательно повлиять на вкус пива. А с другой, чувствительность плохо осахаренного пива к так называемым сарциновым, то есть педиококковым инфекциям, снижает его биологическую стойкость. Расщепление крахмала на продукты, которые не дает с йодным раствором цветной реакции, называется осахариванием крахмала. Оно протекает в три стадии. Клейстеризация, разжижение и, собственно, осахаривание. Клейстеризация крахмала. Она происходит при нагреве суспензии крахмала в воде. Зерна крахмала при медленном нагревании набухают и при определенной температуре из-за амилопектина образуется вязкий гель, называемый крахмальным клейстером. Технологическое значение имеет прежде всего температура клейстеризации солодового крахмала, который является субстратом для действия амилаз при затирании. По гельцу температура клейстеризации солодового крахмала колеблется в зависимости от климатических условий, при которых происходит рост и созревание пивоваренного ячменя. Солодовый крахмал из ячменей, выращенных в холодных областях, начинает клейстеризоваться при 50-52 градусах Цельсия, в умеренно теплых областях при 52-53 градусах Цельсия и в теплых при 54-57 градусах Цельсия. Для остальных видов крахмала лекровозье приводит следующие температуры клейстеризации в градусах Цельсия. Температура клейстеризации не является постоянной. Она колеблется и у крахмала одного происхождения, в зависимости от структуры зерна, образуемого сферокристаллами, состоящими из множества мицелл. И далее в зависимости от некоторых физических и физико-химических факторов. Чем медленнее нагревается суспензия крахмала, тем лучше набухают зерна, и клейстеризация происходит при более низкой температуре. На поглощение воды влияет также плотность зернового слоя и степень конденсации крахмального вещества. Влияние размера зерна иное, мелкие зерна по нейману клейстеризовать хуже, чем крупные. Присутствие электролитов ионов влияет на температуру клейстеризации и действует или положительно, или отрицательно. Низкие концентрации кислот затрудняют клейстеризацию, высокие ее ускоряют. Здесь уже сказывается химическое влияние Н-ионов. Щелочи, как правило, способствуют клейстеризации. Разжижение крахмала, крахмального клейстера. Разжижение крахмального клейстера при осахаривании является результатом ферментативной реакции. Согласно старым представлениям, разжижение клейстера обуславливает гидролиз сложного фосфорного эфира амилопектина, катализированного амилофосфатазой. Когда было обнаружено, что солодовая амилофосфатаза не гидролизует амилопектин зернопродуктов, а только картофельные амилопектины, то утвердилось мнение, что разжижение крахмального клейстера при осахаривании связано с декстринирующим действием альфа-амилазы солода. Поэтому данный эффект считается одно из функций альфа-амилазы. В присутствии довольно большого количества разжижающего фермента, крахмальный клейстер в заторах разжижается при оптимальной температуре с большой скоростью. И наоборот, разжижение некристаллизованного крахмала требует продолжительного воздействия ферментов. Так что маловероятно, чтобы этот процесс полностью проходил при осахаривании. Оптимальная температура разжижения крахмального клейстера в заторах 65-70 градусов, при оптимальном PH 4,6. Фермент инактивируется при 80 градусах Цельсия. При переработке крахмалистых заменителей солодов соответствующий затор перед крейстеризацией добавляется небольшое количество разжижающего фермента в виде солодовой дробины. В некоторых странах разжижение крахмала из заменителей облегчается путем добавки амилазы другого происхождения, например, бактериальной альфа-амилазы. Собственно, осахаривание. Расщепление крахмала и демальтозы и декстринов, катализируемое солодовыми амилазами, называют осахариванием. Затор может осахариваться только после разжижения крахмального клейстера. В практике, заторы осахариваются после медленного нагревания до температуры осахаривания с выдержкой, начатой при этой температуре. Технологически важными температурами температурные интервалы являются следующие. 60-65 градусов Цельсия. Низшая температура осахаривания, которой поддерживается действие осахаривающей бета-амилазы, образуется больше мальтозы, однако затор полностью не осахаривается. 70-75 градусов Цельсия. Высшая температура осахаривания, которая поддерживается действие декстринирующей альфа-амилазы, образуется больше декстринов. 78 градусов Цельсия. Максимальная температура осахаривания, при которой активной является только декстринирующая альфа-амилаза. Заторы всегда осахариваются постепенно, в связи с тем, что большая молекула крахмала постепенно распадается на меньшие. Процесс осахаривания и степень достигнутого осахаривания контролируют реакции по йодному раствору. Это очень чувствительная цветная реакция. Ее дает водный раствор йода в йодистом калии с крахмалом и некоторыми декстринами. Крахмал, нативный растворимый и крахмальный крейстер окрашиваются йодом в темно-синий цвет. При осахаривании молекулы крахмала постепенно уменьшаются. Сначала образуются продукты, окрашивающиеся йодом в синий и фиолетовый цвет. Они называются амилодекстринами. Потом образуются эритродекстрины, которые окрашиваются йодом в фиолетово-бурый и красно-бурый цвет. Как только затор перестает давать цветную реакцию, желтый цвет йодного раствора не изменяется. Это значит, что появились ахродекстрины. Расщепление достигло ахроической точки и затор считается осахаренным. Согласно конвенции, осахаривание считается удовлетворительным. Если капля затора и капля 0,02 нормального раствора йода в йодистом калии, 2,5 грамма йод 2 и 5 грамм калий йод на 1 литр воды дают на пластинке чистое желтое пятно. При конвенционных анализах с холода определяется так называемая длительность осахаривания, то есть время от достижения температуры 70 градусов Цельсия в заторе, вплоть до полного расщепления крахмала на йодонормальные продукты. Учитывая то, что на практике чисто желтая окраска обычно недосягаемая, а определение временного момента конца осахаривания в значительной степени зависит от субъективной оценки. Для устранения этого недостатка Зилберайзен рекомендовал две модификации конвенционного метода. Рассмотрим первый метод модификации. Приготавливают гипсовые пластинки из 135 грамм гипса и 100 мл воды. Пластинки толщиной 2-3 мм нужно высушивать на воздухе или в сушилке. Непосредственно перед достижением температуры 70 градусов Цельсия пластинки насыщают 0,04 нормальным раствором йода, то есть 5 грамм йод 2 и 10 грамм калий йод на 1 литр воды. И легким помахиванием высушивают. К началу испытания они должны иметь сухую поверхность. Из затора с помощью стеклянного стержня переносят на пластинки по одной капле затора через 1-2-3 минуты. Если в течение 30 секунд после нанесения капли на внешней стороне появится синее кольцо, то затор еще не осахарился. Если не появится, значит осахарился. Поскольку йодный раствор с пластинки испаряется, рекомендуется для солодов, осахаривающихся очень медленно, более 20 минут, через 15 минут пропитать йодом следующую пластинку и работать с ней. Описание второго метода модифицированного В этом методе капля затора с йодом сначала восстанавливается, а потом окисляется. Еще неосахаренные заторы дают чисто синюю окраску, довольно устойчивую. Каплю затора наносят на гипсовую пластинку и с помощью стеклянного стержня добавляют каплю 0,02 нормального раствора йода. 2 грамма йод 2, 6 граммов калий йод на 1 литр воды. На пятно тот час наносят каплю 0,01 нормального раствора тиосульфата натрия. 2,5 грамма Н2С2О3 умножить на 5Н2О в 1 литре воды. После чего синяя окраска исчезает. При следующем добавлении капли перекиси водорода 30% на пятно у неосахаривавшихся заторов в течение 30 секунд образуется чисто синяя окраска. У осахаренных не образуется окраска. Пятно у них бывает только светло-желтой окраски, очень резко отличающийся от синей окраски пятна неосахаренного раствора. С помощью обоих методов можно определять конец осахаривания с точностью до 1-2 минут. Для точного определения длительности осахаривания рекомендуется реакцию на йод повторить с 2 минутными интервалами и работать первым более простым методом. Однако распространенное определение реакции на йод как реакции осахаривания не совсем точно и подвергалось критике в литературе. Поскольку был объяснен механизм действия обеих амилаз. Альфа-амилаза расщепляет молекулу крахмала до декстринов, которые не дают с йодом цветной реакции ахродекстрины, а мальтоза образуется медленно. Бета-амилаза гидролизует крахмала до мальтоза и декстринов, дающих с йодом фиолетовую реакцию, а те в свою очередь расщепляются альфа-амилазой до ахродекстринов. При осахаривании крахмала цветная реакция на йод исчезает главным образом при действии альфа-амилазы. Так что реакция на йод является собственно показателем активности этой амилазы. Следовательно, установившийся термин так называемое осахаривание означает стадию ферментативного расщепления крахмала, при которой исчезает цветная реакция с йодом, что свидетельствует о наличии наряду с мальтозой только ахродекстринов. Правильный выбор температуры осахаривания и полнота осахаривания заметно влияют на качество продукции. Ранее считалось, что несбораживающиеся декстрины придают светлому пиву полноту вкуса. Однако это мнение было пересмотрено Деклерком на основе точно проведенных сравнительных испытаний пива с высоким содержанием декстринов, которое при дегустационных испытаниях было определено как более пустое, чем пиво с высоким содержанием спирта. Тем самым было подтверждено положительное влияние спирта на вкус пива. Его содержание зависит от соотношения декстринов к мальтозе в исходном охмеленном сусли. Далее рассмотрим химические процессы при затирании, относящиеся к белкам, то есть азотистым веществам. Расщепление белков, катализируемое солодовыми протеазами, при затирании происходит не полностью. Расщепляется только ограниченное количество, от 1 3 до 2 5. Более важным, чем количество белков, перешедших в раствор, является соотношение отдельных фракций, которое должно удовлетворять условиям, наиболее благоприятным для качества пива. При температурах, применяемых при затирании и при обычном PH заторов действует главным образом протеиназа. Поэтому образуются преимущественно высокомолекулярные продукты расщепления белков, которые протеиназа при благоприятных условиях частично расщепляет на среднемолекулярные. Характерным является тот факт, что из нерастворимых белков солода, то есть из остатков эдестина, гардеина и глютелина, во время затирания в среднем образуется больше стойко растворимых фракций, чем при солодорощении. Общая доля растворимых белков, образующихся при солодорощении и затирании, соответствует приблизительно соотношению 1 к 1. Однако между ними имеется существенное качественное различие. Главным образом в том, что растворимые фракции, образовавшиеся при солодорощении, содержат около 40% формольного азота, а фракции, образовавшиеся при затирании, содержат его только 20%. Поэтому недостаточное растворение белков при солодорощении нельзя компенсировать их более интенсивным расщеплением при затирании. При переработке недостаточно растворенного солода издавна применяют пептонизирующую белковую паузу при температуре от 45 до 55 градусов Цельсия. Известно, что тем самым устраняют или уменьшают различные технологические трудности, особенно при фильтрации и брожении. При переработке перерастворенного солода, наоборот, эту выдержку при температуре пептонизации по возможности исключают, чтобы обеспечить пеностойкость и сохранить полный вкус пива. Необходимо учитывать также то, что в интервале температуры от 45 до 55 градусов Цельсия находятся оптимальные температуры для действия ряда других ферментов. Например, при этих температурах проходит ферментативный гидролиз пентозанов, ксиланов, амилана, смолистых веществ и органических сложных эфиров фосфорной кислоты. В этой связи особенно важную роль играет гидролиз амилана, который как слизистое высокомолекулярное коллоидное вещество очень затрудняет фильтрацию. В недостаточно растворенных солодах остается много амилана, в первоначальной форме, который расщепляется только при осахаривании. Следовательно, не исключено, что положительное воздействие паузы в интервале от 45 до 55 градусов Цельсия обусловлено расщеплением коллоидных веществ небелкового характера. Наряду с белками, перешедшими в раствор под действием ферментов, другая их часть растворяется при высоких температурах под влиянием присутствующих солей. И наоборот, растворенные белки частично освобождаются в результате кипячения заторов и реакции белков с дубильными веществами оболочек солода. Эти процессы осаждения очень важны с технологической точки зрения. Растворы белков имеют типичные свойства гидрофильных коллоидов. Они очень чувствительны ко всем физико-химическим воздействиям, при которых изменяется их коллоидное равновесие и существенно изменяются свойства. Нативные белки, растворимые в воде при кипячении, превращаются в нерастворимые и осаждаются, коагулируют. Этот процесс протекает в две стадии. Сначала происходит денатурация белков, то есть химическое изменение, вызванное внутренней перегруппировкой в молекуле, при которой молекулы переходят из состояния гидротированного, реофильного, в дегидротированное, леофобное. На следующей стадии происходят коллоидно-химические изменения денатурированного белка, результатом которых является осаждение, коагуляция, дегидротированных мицелл. Первичные частицы соединяются с вторичными, образуется грубая суспензия, которая выпадает из раствора. Процесс расщепления белков при затирании невозможно контролировать непосредственно. С помощью аналитического анализа может быть определён стойкорастворимый азот в готовом охмелённом сусле, который выражается в процентах к азоту в солоде, так как содержание стойкорастворимого азота зависит не только от условий затирания, но также от содержания его в солоде. Число кольбаха можно определить также при лабораторном осахаривании. Сравнительным критерием интенсивности производственного затирания является сравнение данных, полученных при производственном и лабораторном затирании. При условии, что выход белков при лабораторном затирании принимается за 100. Кислотность оказывает ферментативные реакции при осахаривании и косвенное влияние, которое вытекает из зависимости активности ферментов от кислотности среды. Естественную кислотность пивоваренных заторов создают фосфорно-кислые соли калия и аминокислоты солода. Непосредственно после затирания солода затор имеет pH от 5,7 до 5,8. Если производственная вода имеет карбонатную жесткость, то pH может повыситься до 6,6 и более. При затирании pH снижается в среднем на 0,3-0,5. С одной стороны, в результате отщепления фосфорной кислоты от фитина, амилопектина и нуклеиновых кислот. И с другой за счет образующихся полипептидов и аминокислот из белков. Кроме того, кислотность заторов может возрасти в результате действия молочных бактерий. Зона оптимального pH большинства ферментов солода в производственных заторах смещена несколько дальше кислой области. Она не только различна у разных ферментов, но зависит также от состава среды и от температуры. На практике важно поддерживать pH заторы как можно ближе к значению естественной кислотности перерабатываемого солода. Тем самым обеспечивают не только нормальное течение ферментативных реакций при затирании, но также более благоприятное прохождение процессов осаждения и брожения. Кроме того, это улучшает вкусовые качества пива. Остальные процессы. С технологической точки зрения при затирании важными являются минеральные вещества, попадающие в технологический процесс вместе с производственной водой и солодом. Даже присутствуя в незначительном количестве, они существенно влияют на pH заторов и сусла. Фосфорно-кислые соли калия, гидрофосфат и дигидрофосфат в пивоваренном процессе играют роль буферных растворов. Органические фосфаты растворимы в воде в незначительной степени. Однако при затирании они расщепляются в результате реакции, катализируемой фитазой, на инозит и фосфорную кислоту. Неорганические и органические фосфаты при затирании большей частью осаждаются ионами кальция и магния, содержащимися в воде и солоде. Оставшиеся неорганические фосфаты используются в процессах фосфорилирования, которыми начинается спиртовое брожение. Инозит считается важным веществом роста дрожжей. При работе с производственной водой с высокой постоянной жесткостью и при искусственном гипсовании карбонатных вод возникает опасность, что излишнее осаждение фосфатов может вызвать трудности при брожении. Пентазаны растворяются при обычных процессах довольно незначительно. Больше их переходит в раствор при холодном экстрагировании. Дубильные вещества из оболочек способствуют подкрашиванию сусла тем, что окисляются в красно-бурый флобофен. Они отрицательно влияют на вкус пива. Так же как горькие вещества из оболочек, которые малорастворимы и тем не менее могут придать пиву неприятный привкус. Подкрашивание происходит при кипячении заторов в результате окисления и частично карамелизации. По юсту подкрашивание не связано с ферментативными процессами. Пектиновые вещества и гемицеллюлозы переходят в раствор только при кипячении. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.